Итак, дорогие мои, приветствую вас на своем канале. С вами я, Зоя Климюк. Кармические задачи судьбы и цифра 8. Цифра 8 – это цифра Сатурна. И Сатурн – это очень серьезная планета. Поэтому, дорогие мои, о Сатурне давайте мы поговорим потом, чтобы не мешать все в одну кучу. Материал объемный – восьмерка. Давайте разберем восьмерку, а дальше уже будем смотреть планету Сатурн. Итак, кармические задачи судьбы. Восьмерочка – это число кармы. Тех, кого интересуют даты рождения по датам, есть у меня плейлист «Нумерология». Там есть объемный материал, начиная от единицы до 31 числа, именно по датам рождения. А сегодня восьмерка. Что касается людей, имеющих в своем багаже восьмерку, а они, как я сказала, находятся под влиянием Сатурна, становятся с годами очень мудрыми. Правда, эта мудрость приобретается через печальный жизненный опыт, состоящий из трудностей и неприятностей. Это их некая плата за уроки жизни. Отмечу сразу, что не все становятся мудрыми. Некоторые так и проживают свою жизнь, не понимая, что происходит, чего от них хочет Вселенная. Постоянно попадают в какие-то ситуации, аварии. В авариях имеют переломы, потому что Сатурн – это костно-мышечная система. Так что, дорогие мои, наблюдайте за собой. Если у вас или у ваших знакомых, родственников, детей имеется восьмерка в багаже, то надо становиться как можно раньше мудрыми, духовными, спокойными, честными и порядочными. Это число судьбы несет с собой промедление, препятствия, неудачи, унижение оттуда, откуда их меньше всего ждут, и делает жизнь таких людей непредсказуемой. Люди с числом судьбы восемь сами рубят сук, на котором сидят. Часто теряют веру в благочестие и действуют, конечно же, разрушительно. Сомневаются в окружающих, боятся своих оппонентов, страдают от стагнации, изоляции и нехватки дружеского окружения. Во-первых, восьмерки, они очень любят много говорить, они любят внимание, это люди артистичные. Восьмеркам нравится, тем не менее, находиться в одиночестве, но, с другой стороны, они испытывают от этого большие страдания, когда это одиночество затягивается, что может приводить к увлечениям алкоголем, например, наркоманией или другими какими-то вредными привычками. У восьмерок много может быть вредных привычек. Дорогие мои, пожалуйста, не путайте. Восьмерку как число кармы с цифрой или же датой рождения. Это разные требования судьбы, разное предназначение. Оно, конечно же, имеет место быть и очень часто соответствует кармической восьмерке и дате рождения. Такое тоже бывает, но не всегда. Что касается вредных привычек, наклонностей, то это всё тянется из прошлой жизни, поэтому выражается в постоянных препятствиях, неудачах, унижениях, промедлениях и вообще непредсказуемости жизни. То есть человек может опаздывать, человек может упускать какие-то возможности, человеку может просто банально не вести в жизни. Число судьбы восемь заставляет людей портить себе карму, встречать неудач на своём пути и страдать от преждевременного старения. Но через печальный опыт неудач они приобретают мудрость. Такая ситуация в карме людей с восьмеркой часто заставляет их действовать разрушительно. Они теряют веру в доброту, в справедливость, что толкает их на необдуманные поступки. Поэтому они очень часто попадают в не совсем красивые ситуации, их выводят на чистую воду, они теряют тот престиж, ту славу, всё то, что нарабатывали всю жизнь, если это карьера, значит, на работе может быть, потеря уважения, влияния, то есть того статуса, который они долгое время нарабатывали. Это для восьмерок очень важный момент, так как они любят блистать, они любят славу, они любят почёт, они любят деньги, они любят уважение. Что касается сознания, развития сознания восьмерок, то всё проигрывается следующим образом. Чем тяжелее, тем понятнее. Они закаляются в бою, и потом ничего не боятся. То есть это те люди, которые привыкли всю жизнь сражаться. Однако на это уходит достаточно много времени, поэтому успех в карьере, процветание приходят к ним зачастую только во второй половине жизни. Они достигают какого-то статуса, уважения, если, конечно, по судьбе или же по карме не обнаружились другие какие-то более жесткие узлы, которые смогли остановить восьмерку. В начале жизненного пути восьмеркам иногда приходится через различные потери, накопления, вплоть до агрессивных. Я бы это всё назвала формами достижения тех целей, которые они перед собой ставят. Цель всегда одна – деньги, почёт, уважение, карьера. Всё. К сожалению, карма восьмерок такова, что проблемы, унижения и трудности ходят за ними по пятам. Всю жизнь восьмерки ложатся с этими проблемами или же преследованиями и встают. Они иногда даже уже не замечают, потому что живут в этих условиях. В условиях каких-то проблем, трудностей, хитростей. Восьмерки умеют хитрить. Они достигают славы, начинают развивать свои организаторские способности, занимать ответственные посты, богатеть только на склоне лет, то есть во второй половине жизни. Восьмерки могут интересоваться политикой, и если им это интересно, то они могут получить достаточно высокий пост. Восьмерки смелы, амбициозны, готовы стойко переносить какие-то тяготы, лишения, невзгоды. Они могут и умеют быстро переориентироваться под любую ситуацию. Они могут подстраиваться, они умеют договариваться. Их сознание сосредоточено на том, чтобы занять самое верхнее положение в этой лестнице жизни, карьеры, судьбы, по которой они идут, и они готовы потратить на это все свои силы и все свое время. Во главу стола они ставят деньги, карьеру, славу. С семейной жизнью у восьмерок тоже не все проходит гладко. Зачастую она длится не очень долго, то есть брачные отношения недолгосрочные. Как правило, это расставание, это разводы, это дележка имущества. А если сказать коротко, то над ними висит домоклов меч, то есть висит карма. Карма расставаний, карма потерь, карма причинения страданий и неудобств другим людям. Это, конечно же, потом, во второй половине жизни, оно, как в принципе, и деньги, и почет возвращается. Что касается восьмерок, то восьмерки разводятся или же расстаются не совсем красиво со своими детьми, женами. Могут быть какие-то неурядицы, громкие неурядицы и даже судебные тяжбы с близкими родственниками. Это могут быть братья, сестры, соседи, могут быть тоже проблемы с соседями. Друзья мои, вы не поверите, но восьмерки очень часто ходят в суд. Или же они там работают, или же их судят. То есть так или иначе восьмерки хоть один раз в жизни, но участвуют в каких-то разборках. Восьмерки неплохо могут развиваться в области общественной деятельности, наука им близка. Можете проверить, что восьмерки, которые стали известными, например, в духовных каких-то делах, то есть духовные деятели, либо среди них могут быть такие, знаете, закоренелые, настоящие негодяи, развратники. Поэтому чем бы восьмерки не занимались, в первую очередь, им надо думать о моральном облике, а уже потом о целях, задачах и достижениях. Планета Сатурн, кстати, которая является покровителем знаков Земли, к которой относится восьмерка. Так вот, Сатурн часто оказывает на восьмерок свое нелегкое влияние и заставляет негативно относиться к тем, кто их окружает, особенно к родным и близким. Восьмерки должны знать, что в их жизни все будет улучшаться, если они будут уважать старших родственников, своих партнеров. Кроме того, им надо как можно лучше и тщательнее планировать свою жизнь, что будет немного нейтрализовать влияние Сатурна. Те, кто увлекается астрологией, они знают, что Сатурн очень редко дает подарки. Он, наоборот, всегда создает некие ситуации, в которых у человека должен быть выбор. Не зря говорят, судьба всегда дает выбор. Так вот, дорогие мои, Сатурн – это судьбоносная планета, которая постоянно сталкивает или же подкидывает ситуации, в которых мы должны делать выбор. А восьмеркам этот выбор приходится делать постоянно. Восьмерки, которые в своем арсенале имеют много негатива, они, как правило, недоверчивы, они сомневаются в каждом человеке. Причем в каждом человеке по отдельности и думают, что каждый человек может представлять собой какую-то опасность, что он может их подставить, обмануть, обворовать, то есть принести некие неудобства. Это приводит к тому, что они часто остаются в жизни одни, без знакомых, друзей, а если и имеют друзей, то таких же, как сами. С такими восьмерками лучше не спорить, не конфликтовать и уж тем более не воевать. Себе дороже будет. Злить восьмерку очень опасно. Люди с числом судьбы 8 намного смелее, чем обладатели других чисел от 1 до 9. Восьмерки стойко переносят стресс, у них повышенные адаптационные способности, и они очень быстро приходят в себя. Планета Сатурн требует от восьмерок научиться в этой жизни, которую они проживают здесь и сейчас, правильного отношения к жизни и рекомендует терпимо и с пониманием воспринимать окружающих, достойно и человечно преодолевать жизненные трудности. Им необходимо понять, что каждая трудная задача после преодоления становится для них концептуальным шагом на пути к духовному совершенству. Преодолевать необходимо препятствия и помогать это делать другим. Необходимо встречать все жизненные трудности с радостным взглядом, сердцем, получать удовольствие от самих себя, а не от отдаленных каких-то целей, богатств, денег. Восьмеркам очень сложно, так как Сатурн постоянно подбрасывает какие-то ситуации. Если он позитивный, то путь проходит через известность человек, процветание, большая должность. Имеется в виду сам человек, потому что именно Сатурн создает вот эти все аспекты, все ситуации, которые случаются в жизни. Использовать необходимо свой организаторский талант, тогда все ваши желания исполнятся. Надо быть позитивным, добрым, надо помогать людям, надо сочувствовать. Самое главное, что Сатурн не терпит маленьких задач из смешных каких-то планов. Он постоянно толкает восьмерок на огромные какие-то дела, подкидывает огромные проблемы. Именно в решении этих проблем и задач всегда лежит жизненный ориентир восьмерок. Единственное, в чем надо разобраться восьмеркам, это в жизненных ценностях. Что такое по-настоящему хорошо, а что такое плохо. Хорошая восьмерка, восьмерка хорошая, как человек имеется в виду, должна или же любит благотворительность, так как способна осуществлять гуманитарные проекты. И эти проекты очень могут быть эффективными. Восьмерка должна сочувственно относиться к страдающим людям, так как легко понимает человеческую душу. Но это при условии, что это хорошая, позитивная восьмерка. Часто у восьмерок бывает и такое, что судьба дает шанс, судьба поднимает их на некие высоты, дает большие возможности в достижении карьеры, денег, недвижимости. И путь такого человека может быть достаточно длинным, как я сказала выше, с какими-то ситуациями, с какими-то проблемами. То есть человеку восьмерке даются большие возможности, инструменты, власть, и человек пишет свою карму сам. Самое жуткое, конечно, что может быть у восьмерки, это нанесение вреда карме другого человека, потому что судить, убивать восьмерка не имеет права. У нее совершенно другие задачи в жизни. Дорогие мои, это был анализ кармической даты судьбы 8. На этом все. Берегите себя, берегите своих близких, и не опускайте топор на голову другого человека. Помните, что испокон веков в каждом человеке ценится добродетель. С вами была я, Зоя Клемюк. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok